МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Эфир телеканала ННТ продолжает информационная программа новости 24. В студии для вас работает Сусана Халилова. Каким запомнился этот день глазами наших корреспондентов? Представители трех мировых конфессий, гости из-за рубежа. В Дагестане открыт 4-й международный межрелигиозный молодежный форум. Ранний форум, теперь уже саммит. Официальное открытие Каспии-2017 прошло в столице республики. Какие значимые личности посетили мероприятие и какая география у саммита? Смотрите сегодня в выпуске. Закурение на территории республиканской больницы восстановительного лечения могут уволить. Главный врач лечебницы установил свой порядок. При котором врач – это пример для пациента. Четвертый международный межрелигиозный молодежный форум «Открыт». В Доме дружбы нашей столицы состоялось первое пленарное заседание. В нем приняли участие глава республики Дагестана Рамазан Абдулатипов, представители трех мировых конфессий, гости из-за рубежа и другие. Подробнее в сюжете – Гамзата Нурмагомедова. Открывая заседание, Рамзан Абдулатипов поприветствовал его участников. Далее глава региона отметил заметный вклад форума в развитие межконфессионального диалога и позитивного взаимодействия трех основных религий. Этот форум вносит заметный вклад в действие взаимодействия между представителями всех конфессий, способствует сохранению мира и согласия, способствует духовному обновлению нашего дагестанского российского общества. А без этого никакие реформы невозможны. В работе форума приняли участие руководители региональных религиозных конфессий, представители органов власти, общественные и политические деятели. Муфти Дагестана шейх Ахмад Афанди в своем выступлении призвал верующих снисходительно относиться друг к другу, проявляя благой нрав, исследуя духовно-нравственным общечеловеческим ценностям. Уверен, что подобные форумы способствуют утверждению доверительных отношений между властью и религиозными организациями, воспитывают в людях культуру межконферационального общения. В завершении встречи глава Дагестана наградил общественных деятелей государственными грамотами и памятными подарками за весомый вклад в развитие духовных и культурных традиций в республике. Ежегодный уже четвертый по счету форум завершится 25 августа. За это время его участники пройдут образовательную программу, постят мечеть, церковь, синагогу и другие культовые достопримечательности столицы. Официальное открытие саммита состоялось накануне в Кумыкском театре города Махачкала. На мероприятие прибыли приглашенные гости, в числе которых Лени Харт, основательница тюленево-питомника в Голландии. Как человек извне оценивает проведение дагестанского форума, расскажет моя коллега Умай Ибрагимова. Среднеазиатского хищника Лени Харт подарили нет спроса. Женщина уже 40 лет занимается защитой млекопитающих в своей стране. А саммит как раз таки проводится под талисманом леопарда. Это год экологии. Буквально недавно, час назад, завершили работу правительственной рабочей группы по реализации таких важных природоохранных проектов, как спасение коспийского тюленя и сохранение переднеазиатского леопарда, точнее его восстановление в Дагестане. Официальное открытие саммита сопровождалось концертной программой. О, мой море, преданным свадом, ты, я, долгая, подаришь мне. На Римануха в форуме Каспии участвует уже второй год. Рассказывает, что приехал не только для обмена опытом и получения приятных впечатлений, но и поделиться своими идеями с молодежными организациями. Юноша предлагает проводить аналогичный форум и на своей маленькой родине, в Кизлярском районе. Туристический кластер у нас очень широкий. У нас есть лечебница, лечебные бани, у нас тоже есть море, хороший берег моря. У нас также озера, где широко развитое охотничество и рыболовство. Именно вот в таких условиях, скажем, в лесных, в полевых условиях провести небольшой форум. А вот десяти участникам-блогерам попасть на форум не удалось. Они путешествуют по районам Дагестана. В рамках саммита проходят съемки туристического реалити-шоу «Завещание предков». Оно стартовало за два дня до начала работы Каспия. Ребятам предстоит разгадать средневековые тайны и найти зашифрованное более 600 лет назад «Завещание предков». Изначально я немного расстроилась, что я не буду на самом форуме, но позавчера, как мы выехали, я поняла, что это, наверное, лучшая часть форума, которая досталась мне. Мы за эти два дня объехали весь Кузахский район, можно сказать, несколько осел, водопады посетили. В горных районах мой зад, как и другие блогеры, уже побывало. Далее ребят ждут загадки самого древнего города России – Дербента. Там они должны не только регулярно обновлять свой блог, но и подготовить определенный материал. Мы снимаем материал. Что именно вы узнаете в конце, мы пока не можем ничего сказать. То есть это к закрытию форума? Да, к закрытию форума мы готовим небольшой сюрприз, но об этом вы узнаете именно на конце. Форум Каспий проводится в республике с 2011 года. В этом году уже в статусе саммита, так как теперь участниками являются представители более 30 субъектов Российской Федерации. Программа предусматривает обмен опытом среди молодежи, ведь каждый из участников приехал сюда с определенной презентацией. В рамках вот этой вот коммуникации будут заключать между собой соглашения и в дальнейшем уже работать на реализацию, работать по реализации молодежной политики. Участники саммита уже заселились. Помимо образовательной части, на площадке для них подготовили и вечернюю программу. Ума Ибрагимова, Нурмхаммад Магомедов, Магомед Гусейнов, телеканал ННТ, Махачкала. Врач с сигаретой в руках – это несправедливо по отношению к пациенту. Так считает главный врач республиканской больницы восстановительного лечения Хаджимурат Малаев. Совсем недавно в лечебнице был введен запрет на курение. Как отреагировали сотрудники и пациенты медучреждения, узнавала Хатиджа Курбанова. Во многих странах зарубежья запрет на курение приравнивается к нарушению трудовой дисциплины. Главный врач республиканской больницы восстановительного лечения Хаджимурат Малаев не стал ждать утверждения подобного закона в нашей стране. Он ввел запрет на курение в подведомственной ему организации самостоятельно. Красные таблички, расставленные по всей территории медучреждения, предупреждают – курить строго запрещено. Ограничение касается как медперсонала, так и пациента в больнице. И связано оно прежде всего с тем, что главврач лечебницы считает, что медик должен стать никем иным, как примером для пациента. Он уничтожает саму суть болезни. Как ее еще называют специалисты – это отсроченная смерть. Смерть, которая продлена во времени немного состраданиями. То есть нарушается весь организм. Там не бывает какая-то проблема в одном месте. Это поражается в целом весь организм, который в конечном итоге государство тратит огромные средства на то, чтобы лечить последствия того, что с пациентом случилось. И зная, что это так, я не мог по-другому поступить, конечно, я запретил. Врач признается, поначалу многие отговаривали его от таких нововведений. Дескать, сотрудникам может не понравиться и не исключен бунт. Однако Малая в своем решении был непоколебим и ужесточил систему особой мерой наказаний. Я, конечно, пациентов, которые нахожу здесь, первый раз предупреждаю, второй раз выписываю. Я здесь не нарушаю его права. Он нарушает права клиники. А сотрудники у меня, конечно, получают штрафы. Вначале, если не понимают, это маленький штраф. В конечном итоге им самим невыгодно будет попадать под этот штраф. К таким штрафам сотрудники и пациенты больницы отнеслись справедливо. Все в один голос идею поддержали. Многие восприняли это как хороший шанс попрощаться с курением. А тем, кто не изменяет своим привычкам, хоть и вредным, курить приходится за территорией больницы. Мы собирались вот так, когда запрета не было насчет курения. Мы так собирались, курили. А сейчас, когда запретили об этом, я об этом даже и не думаю, чтобы закурить. Я здесь нахожусь вторую неделю. И попав сюда и выслушав лекции Гаджимурада Малаева, я понял, что не стоит курить дальше сигареты. И решил для себя, что откажусь от сигарет и от любого табачного дыма. В этом году больнице исполняется 50 лет. Ежегодно здесь проходит курс лечения около 3,5 тысячи пациентов. С каждым из них Гаджимурад Малаев проводит личные беседы, пытаясь донести до пациентов одну очевидную истину. Курение – это вредно. Хадижа Курбанова, Гилач Курбаналиев, телеканал ННТ, Махачкала. За попытку дачи взятки сотруднику ГИБДД были задержаны двое мужчин. У водителя находились в состоянии алкогольного опьянения. Транспортные средства были остановлены сотрудниками полка Дорожно-патрульной службы управления ГИБДД Республики Дагестан для проверки документов. На кадрах с камеры видеонаблюдения водители в ходе составления административного протокола предлагают решить дело на месте, не доводя его до суда. Теперь нарушителям грозит до двух лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей. По исламскому календарю наступил священный месяц Зульхиджа. И в скором времени мусульмане будут отмечать свой главный праздник – Ид-аль-Адха Курбан-Байрам. Ежегодно к его наступлению благотворительный фонд «Инсан» проводит акцию «Мясо в каждый бедный дом», в ходе которой всем подопечным фонда раздается часть жертвенного животного. Зульхиджа – один из священных мусульманских месяцев, месяц совершения хаджа и празднования Курбан-Байрама. В эти благословенные дни увеличивается воздаяние за благие поступки, и поэтому мусульмане стремятся побольше совершать их. Как и каждый год, благотворительный фонд «Инсан» дает возможность поучаствовать в благом деле всем желающим совершить жертвоприношение в праздник Курбан-Байрам и отдать мясо нуждающимся людям. Цель этой акции заключается, во-первых, обрадовать наших нуждающихся и подопечных в этот праздник, а также помочь всем тем, кто желает провести обряд жертвоприношения должным образом и по нормам ислама. Для участия в акции «Мясо в каждый бедный дом» нужно заполнить специальный купон и оплатить сумму в размере 6500 рублей. Далее фонд берет на себя все обязательства за полноценное совершение обряда жертвоприношения согласно нормам ислама и распределение жертвенного мяса среди нуждающихся семей. В прошлом году мы раздали более 13 тонн среди 934 семей подопечных нуждающихся, которые находятся в списках фонда «Инсан» на базу данных. Благодаря программе «Мясо в каждый бедный дом» – священный праздник Курбам-Байрам. У большого количества нуждающихся семей на столе будет мясо, ведь для некоторых из них этот продукт – большая редкость. Они смогут почувствовать заботу в этот день и с такой же радостью, как и остальные мусульмане, провести этот благословенный праздник. Абдулла Алифнур, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Активисты фонда «Инсан» работают не только в столице Дагестана, но и в муниципалитетах. Так, в преддверии нового учебного года в Хасавюртовском районе прошла акция «Собери сирот в школу». Более ста детей из малообеспеченных семей получили рюкзаки со школьными принадлежностями. Тетради, ручки, линейки и карандаши. В помощь к подготовке к новому учебному сезону каждому из подопечных фонда вручили все, что необходимо для успешной учебы. Когда цены на школьные принадлежности неумолимо растут малоимущим, все сложнее собрать своих детей в школу. Подготовка к акции началась еще задолго до ее старта. Представители фонда произвели сбор средств, внести свой вклад смог любой желающий. Лучшим деянием из деяния раба, это говорится сурурун тудхилю ала кальбе мусульман. Это радость, которую ты вносишь в сердца мусульман. А когда ты вносишь детей, маленьких детей, это очень большое вознаграждение ожидается от Всевышнего Аллаха. Среди присутствующих на акции государственные и религиозные деятели. В адрес учащихся прозвучали слова на путстве и поучительные наставления. По окончании мероприятий сотрудники фонда доставили школьные принадлежности по адресам семей, которые не смогли присутствовать на мероприятии. Ну а теперь краткий обзор событий от Умай Ибрагимовой. Трое дагестанских боксеров стали победителем международного турнира памяти Ахмата Кадырова в Грозном. Мемориал первого президента Чечни собрал более ста боксеров из разных стран. Золотые медали турнира завоевали дагестанцы Расул Салиев, Магомед Мурад Асламбеков и Шигабудин Алиев. Бронза у Абдул-Хакима Батырова. Следственные органы по Дагестану возбудили уголовное дело в отношении троих жителей Хасавюртовского района. Они подозреваются в организации диверсионно-террористической группы и участии в ней. Помимо этого, следственное управление сообщает, что один из них организовал в лесу обучение двоих других участников группы противозаконным действиям. Инициативная группа гаража препятствует строительству православного кафедрального собора в парке Аггель-Махачкале. Свою позицию поясняют, что готовы поддержать его строительство в любом другом районе города, так как не желают уничтожения парковой зоны. Учителю года в Дагестане вручили сертификат на получение квартиры. Марина Гаджива является преподавателем по русскому языку и литературе Махачкалинской гимназии номер 38. Окончила филологический факультет Дагестанского государственного университета в 2009 году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова